можно сразу же кое-что другому человеку сказать и продолжим ну не знаю вот этот человек из нерингре в общем я тоже из нерингре надеюсь мы спишемся в комментариях очень интересно ну в общем здравствуйте как вас зовут я не знаю честно ну вы мой ник видите меня александр зовут так сколько лет вам александр 13 как вы относитесь к тому что вот взрослые приходят и говорят мне что я не имею права разговаривать с вами в каком плане имеете права ну не знаю вот каком-то они не уточняли просто не имею все то есть я сейчас по идее должна вас выкинуть вы хотите чтобы я вас выкинула учитывая то сколько времени потратил просто чтобы зайти ну а чтобы вы ответили чтобы вы ответили тому чтобы вы ответили тому взрослому человеку из россии который бы сейчас сказал саша быстро уйди с ее канала чтобы и ответили ну контраргумент вы можете дать какой-то взрослым я не хочу вообще я я же не знал что вам 13 потому что много есть пьяных людей в россии которые просто говорят всякую ересть да это то есть я не беру вас по что вы ребенок у вас не написано что вы ветеринар 13 лет правда написано ветеринар может быть и вам 33 правда но я не даю всем возможность пообщаться вот я не даю общаться общаться тем кто оскорбляет меня но если вы зашли и здравствуйте аленка то общаться мы можем так хорошо вы якут нет я русский ну и вы слышим вопрос в каком в принципе приехал из вроде бы у меня мама вроде бы с бабушкой в иркутске вроде бы раньше у меня вопрос такой вы по трем поколениям советская советская эпоха перемешал людей то есть если человек родился в в кубани его выкинули в якутии да не значит у никуда я понимаю поэтому я обращаюсь к вам где родился дед вашего деда это будет конец 19 начало 20 то есть он должен родиться в царской россии где у вас вы понимаете что вы не знаете кто вы если вы не знаете где жили ваши предки в царской россии если вы не знаете значит вы не русский вы как бы чебурашка он родился в иркутске в в каком году если мой дед родился в то время его дед скорее всего даже вроде бы и пол я точно не знаю потому что я даже много не знаю биографию ну хорошо в этом случае если если бабушка уже не расскажет то я бы предложила вам сделать все таки дэну взять слюну на анализ и узнать где ваши корни и ваши корни будут выделены на карте вы наверное даже удивитесь что где ваши корни но это не и я бы не называла вас русским пока вы не увидите откуда вы родом даже если это родная родом из кубани буду на двадцать седьмой год кубань была 47 процентов украинцы а сорок один процент русские а через 10 лет по стали забрал всех украинцев и там уже уже 90 процентов русских а 4 процентов украинцев то есть вот что что произошло кубань вот как вот мариуполь разбомбили там жили украинцы тащи завезли таджиков и узбеков ну то что там родина узбекистана нет поэтому вам нужно сделать анализ слюны и если вам это интересно я что это интересно это очень важно но если вы не боитесь увидеть что вы и венк или вы и саха или вы украинец или поляк вот видите бывает неприятие своей национальности я русский я русский ну а если не русский что повеситесь ну во мне наверное какая-нибудь смесь ведь мой папа что-то типа между греком грек русский опять русский русский это как коробка коробку где лежат конфеты вот грек грек это не коробка это ну вы увидели древнюю грек древнюю грецию это 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 очень круто причем здесь сразу древние грецы нет грек грек это это корень это которую корень который уходит там на тысячи лет назад русский это не корень пушкин не был русским екатерина вторая не было русскими пожалуйста а причем пушкин так у нас откуда русские пошли и если смотреть на как в ленин был записан в свои метрика он был великорос не было русских там были малоросы великоросы русских небо поэтому я говорю что вы говорите русский вот сто лет назад вы написали себя мало рос или великорос а еще до этого наверное писали новгородчане рязань и рязанские и так далее просто по городам вот это слово русский до возникло после стали 1936 году в общем я бы очень хотел поговорить с вами то что мы еще тогда не дошли про москва и что там то что это болото я вообще не разобрался хотел бы с вами поговорить на эту тему ну хорошо было было цивилизация она уже везде было как я уже вот видео предки вашего отца до древняя греция то есть цивилизация которая строила там знаете статую свободы кстати вот эти вот эти статуи свободы уже были в древней греции они у них уже была демократия у них уже были аристотель и сократы у них было бы свои сну иственность по моему это не было в древней греции это было в америке в ее построили а вы говорите про статус так нет статуи америке я сказал что из америки древняя греция имела своих 100 свои статы огромнейшие может быть даже выше чем статурами это я знаю очень давно были статуи богов ну так вот так вот цивилизация была древняя греция была золотая орда блоки был китай до германии германии не современное понятие народ британия шотландия киевская русь все это было москвы не было на этой территории бы и жили финно-угры финно-угры мещере мере мордвину почему же россия в принципе сама русь россия руси не одно и то же вы же понимаете корень роз и корень рус это два разных корня однозначные не роз россия не имеет корня рус под ногами москвы были против артефакты спортивной форме молодые люди у них были главные уборы золотого в золотом как бы наряде доспехи золотые обувь золотая кстати что такое золото вылить папа папа по телу но же россии в москве тоже очень много россии никогда не было москву москва никогда не было россии когда наши московские князья ездили целовать от отпечаток ступни на хана они назывались россии ездили тверские князья ездили рязанские князья московские князья и там они еще дрались за этот ярлык слово ярлык знаете они это право это право князей то есть они еще друг на друга там лебезели чтобы получить ярлык на на властвование так вот тверь не хотела платить дань и московские цари постоянно на узкали золотую орду против тверь и потому что они там вот они не хотят платить не хотят платить и зато до орда давала им своих очень сильных казахов войско казачьи казахов то есть на тот момент они назывались там саки это еще и они ехали вырезали тверь только за то что они не хотели платить дань то две и тверь не хотела кланяться александр невский плая кланялся и в итоге у такое маску московское государство везде пролезала все задницы золотых ханов женилась на всех дочках дочках золотых фанханов и получила больше всего ярлыков подавила все восстания в цвери все восстания в пскове все восстания в и постепенно присоединил таким образом не не потому что она боролась с золотой ордой она не боролась золотой ордой абсолютно он абсолютно не боролась золотой ордой она душа не душа дружина женилась и пожалуйста что я вас перебил